Лечение позвоночника. Позвоночник является осевой структурой нашего организма, соответственно, к нему крепятся все органы, все ткани нашего организма, и поэтому проблемы в спине, болей в спине могут быть связаны не только с самим позвоночником, как правило, это остеохондроз, то есть истончение дисков, крыжообразование, сколиоз, когда идет искривление позвоночника, неправильная осевая нагрузка на него, но также позвоночник может реагировать на различные патологии внутренних органов. Очень часто возникает напряжение, которое передается на соответствующий позвонок, и пациент часто приходит к доктору с болями в спине. Для успешной терапии заболеваний позвоночника, для успешной терапии болевых синдромов в спине, головных болей, прежде всего требуется правильный диагноз и правильное полноценное обследование и лечение. Основные проблемы позвоночника, это прежде всего дегенеративный процесс, это так называемый остеохондроз, когда высота межпозвонковых дисков уменьшается, в далеко зашедших стадиях возникает протрузия, грыжи образования и, соответственно, выраженные болевые синдромы. Также проблемы с позвоночником могут быть связаны со сколиозом, который формируется в детстве, в подростковом возрасте, однако проявляться очень часто может уже в достаточно зрелом возрасте, когда к сколиозу примешиваются еще и дегенеративные процессы. Также проблемы могут быть как последствия травм. После травмы, черепно-мозговых травм, после автоаварий, различных переломов, также могут быть проблемы, связанные с подвыгами позвонков, с их смещениями и, соответственно, с болевыми синдромами. Кроме того, не стоит забывать про воспалительные изменения, не дай бог, опухолевые заболевания. Все это требует настороженности и бдительности от всех нас, в том числе и от пациента. При появлении стойких болевых синдромов в спине, с эрадиацией в руки, в ноги, также при появлении нарушений подвижности позвоночника или конечности при болях в суставах, требуется обращение к врачу для проведения прицельной диагностики и назначения полноценного лечения. При лечении позвоночника нами используется комплексный подход, то есть это сочетание нескольких методик у каждого пациента. Применяется мануальная терапия, остеопатия для нормализации подвижности позвоночника, для нормализации мышечного тонуса, восстановления подвывиха позвонков. Применяется иглорефлексотерапия, физиотерапия, герудотерапия. Иногда требуется применение медикаментозных препаратов для уменьшения спазма, отека, для улучшения эластичности ткани позвоночника.